МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Секреты экономики». И сегодня мы с вами попробуем узнать, что кроется за финансовыми терминами и понятиями, а также попробуем использовать это в собственных целях обогащения. Нам в этом поможет старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуп. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Вадим Иосуп – специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверителям о управлении инвестиционными портфелями на фондовом рынке. В 1995 году окончил факультет прикладной математики Московского экономико-статистического института по специальности «Системное программирование». В 1999 году факультет управления социальных технологий Белорусского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». С 1998 года работает на рынке «Форекс», с 2005 – на фондовых рынках. Вадим, сегодня мы с вами затронем такую интересную тему – это психология торговли. Известно немало, достаточно немало случаев, когда определенные психологические факторы влияли на целые рынки. Итак, вот все-таки хотелось бы узнать, что такое психология торговли, что ей движет? Ну, первое, что я хотел бы сказать, иногда людей далеких от рынка или новичков, которые только пришли на рынок, иногда удивляет вообще сам термин «психология». Мы же сюда пришли не психологию изучать, мы пришли изучать финансы. Ну да, тут деньги, при чем здесь? Совершенно верно. Со временем, я думаю, люди, которые на рынке остались, начинают понимать, что это не просто очень важная часть, а, наверное, важнейшая часть успешной торговли на рынке. Ну, сразу стоит оговориться, что речь может идти об индивидуальной психологии конкретного человека, конкретного трейдера, а речь может идти о массовой психологии людей на рынке. Начнем с индивидуальной психологии. Ну, не секрет, что на рынке есть люди, которые зарабатывают, и есть люди, которые теряют. Можно столкнуться с ситуацией, когда два человека прошли одно и то же обучение, учились по одной и той же программе работать на рынке, читали одни и те же классические книжки, то есть обладают, по сути, одинаковым набором знаний о рынке. Начинают торговать, один из них зарабатывает устойчиво, другой также устойчиво регулярно теряет деньги. Спрашивается, почему такой разный результат, если люди, по сути, учились одному и тому же. А вот эта разница, она и кроется в психологии, в эмоциях людей, которые их преследуют при торговле на рынке. На самом деле, торговля на рынке, она всегда связана с эмоциями, и, наверное, главные эмоции, которые нас преследуют, это страх и жадность. Во-первых, страх потерять деньги, во-вторых, жадность, что мы недостаточно много заработаем. И как между этим балансировать тогда получается? Иногда вопрос ставят так, как избежать эмоций на рынке? Короткий ответ на этот вопрос – никак. То есть, они будут по-любому? Они будут по-любому совершенно верно. Не знаю, насколько уместна аналогия. Вот в фильмах про войну иногда бывает, когда молодой солдат спрашивает старого, а как ты не боишься в окопе, когда пули свистят? Что чаще всего отвечают – все равно боюсь. Не показываю или не подаю вида, не бояться этого нельзя. Борешься просто внутри. То же самое и с эмоциями. Эмоции, они в любом случае будут, что зависит от человека, позволит ли он этим эмоциям вмешиваться в свою торговлю, или наоборот, не позволит. Есть такое понятие, наверное, мы еще об этом с вами поговорим в другой передаче – торговый план. Когда человек заранее продумывает, в каком направлении открывать сделку, покупать или продавать, при какой прибыли закрываться, как риск ограничивать и так далее. Так вот, приняв это решение и открыв сделку, надо следовать этому решению, как бы эмоции не толкали под руку и не говорили, а давай закроемся раньше, или давай закроемся позже, или давай вложим больше денег и так далее. То есть, вот это умение, испытывая эмоции, не позволять им оказывать влияние на торговлю, это, в общем-то, и есть залог успеха на рынке, если мы говорим об индивидуальной психологии. Хорошо, Вадим, а что тогда нужно учитывать, если мы говорим о массовой психологии? Если индивидуальная психология во многом определяет результат торговли каждого индивидуального трейдера, то массовая психология – это, по сути, то, что определяет рынками, определяет, куда они движутся, вверх или вниз. Может показаться, что рынками управляют какие-то новости, какие-то центробанки, заседания ОПЕК и так далее. На самом деле, для того, чтобы рынок рос, надо, чтобы большая часть участников рынка покупала. Чтобы рынок падал, надо, чтобы большая часть участников рынка продавала. И вот это и есть психология толпы, психология рынка. Что интересно, массовая психология на рынке есть всегда и есть всегда поведение толпы. Вопрос, как себя позиционировать. У вас хотел спросить, ну, получается, толпа может двигаться, как кажется ей, в правильном направлении, но ты начинаешь понимать, что что-то не то. Как вот, как тогда найти выход? Ты понимаешь, что нужно что-то делать, чувство такое есть. Можно ли идти против толпы, против этого массового психоза, будем говорить так? Наверное, опираться на чувство – это не лучшая стратегия. Опираться, наверное, стоит скорее на свои логичные выводы, но сама посылка, она, безусловно, правильная. На рынке есть периоды, когда действует мощный тренд, когда цены движутся в одну сторону, наступают моменты, когда этот тренд останавливается и начинает разворачиваться. То есть, это означает, что есть такие моменты, когда нужно действовать вместе с толпой, и есть такие моменты, когда надо действовать против толпы. А вот как эти моменты различать, вам поможет, во-первых, грамотное обучение, во-вторых, опыт работы на рынке, а в-третьих, умение игнорировать собственные эмоции. Хорошо, Вадим, спасибо. Именно об этом мы поговорим уже в следующей программе, поэтому прощаемся до следующего раза. Я напомню, с вами были секреты экономики. Мы узнаем разные нюансы, на которых можно заработать себе небольшое или же, наоборот, большое состояние. Так что не пропускайте наши передачи, будет интересно.